Тема сегодняшнего занятия теоремы Гильберта о нулях. Давайте я вкратце, значит, план у нас такой. Я сформулирую, куда мы движемся, потом мы сделаем небольшое отступление и подоказываем каких-то таких алгебраических утверждений, которых нам будет не хватать, а потом к концу лекции мы вернёмся уже к геометрии и обсудим саму теоремы Гильберта. Я напомню, что мы на прошлой лекции занимались афинными алгебраическими многообразиями. Это были такие подмножества афинного пространства, которые задавались системами полиминальных уравнений или по-другому идеалами в кольце многочленов. То есть, другими словами, по каждому идеалу в кольце многочленов от N примерно мы устроили многообразие. Давайте обозначать буквой V от I. Это множество всех совместных нулей многочленов из этого идеала. И наоборот, по каждому подмножеству в АН можно построить идеал всех таких многочленов, которые обращаются в нуль на наше множество. Давайте я буду обозначать буквой I от V. Ну и мы сразу наблюли одну такую раздражающую вещь в этих определениях, что если мы породим идеал самым простеньким многочленом X или многочленом X квадрат, то вот этим идеалам соответствует одно и то же подмногообразие, прямая, скажем, на плоскости, если мы живем на плоскости, то есть в кольце многочленов от двух переменных. То есть вот это сопоставление, оно не взаимоднозначное, ну и тем более нельзя надеяться, что если мы по идеалу построим подмногообразие, а потом обратно по нему построим идеал, то мы придем обратно к нашему идеалу. То есть это соответствие не дает взаимоднозначного соответствия между идеалами и замкнутыми подможествами. И теорем Гильберта это несовершенство исправляет. Оно говорит, какими идеалами надо себя ограничить, чтобы соответствие было взаимоднозначным. То есть есть такие соответственные геонетрическими объектами и алгебраическими, просто надо немножечко себя урезать в своих желаниях. То есть определение, пусть И это радикал, идеал, в любом коммутативном кольце, тогда радикалом И называется множество всех таких элементов. множество всех таких элементов в нашем кольце, что для какого-то R, натурального числа R, степень, R-тая степень элемента лежит в идеале. Упражнение простое. Я его разбирать у доски не буду. Радикал от идеала сам по себе является идеалом. То есть там можно элементы складывать, умножать на элементы из кольца. Пример. Давайте вы мне поможете разобрать пример. Пусть я живу в кольце многочленов, ну, скажем, от переменных x, или как устроен радикал идеала, порождённого x. Давайте даже сначала разберём предыдущий пример, ещё более простой. Как устроил радикал нулевого идеала? Нулевой, потому что никакой элемент, ни в какой степени даёт ноль. И это, кстати, нам так и повезло с кольцом. В принципе, мы можем себе вообразить такое кольцо, в котором радикал был бы не нулевой. То есть бывают, можно было бы себе вообразить кольца, где есть такие непатентные, как говорят, элементы, и тогда радикал нулевого идеала состоял бы как раз из всех непатентных элементов. Хорошо, продолжаем жить в кольце многочленов от двух переменных. Какой радикал этот идеал, порождённый x? Он сам. Ну, легко понять и легко доказать, что если у вас какая-то степень многочлена делится на переменную x, то сам многочлен тоже обязан делиться на переменную x. Иначе возьмём, так сказать, младший член по x, он никуда не денется. Ну и третий пример не менее простой. Если я возьму радикал этот идеал, порождённый x квадратом, это что такое? Тоже x. И это нам как подсказывает, что такое понятие немножечко вот эту беду, которую мы тут наблюдали, исправляет. И действительно теорема, к которой мы сегодня стремимся, говорит, что сопоставления, вот эти вот сопоставления, когда я сопоставляю идеалу множества его нулей и когда я замкну подмножеству в афинном пространстве, сопоставляю идеал всех многочленов, которые обращаются в ноль на этом замкнутом множестве, дают взаимно однозначное соответствие между афинными многообразиями и радикальными идеалами. Радикальный идеал — тот, который совпадает со своим радикалом. Например, эти два радикальные, этот нерадикальный. Хорошо, до этого теорема нам придётся продавить довольно долгий путь, поэтому сейчас мы её воспринимаем как мечту на ближайшие полтора часа и начнём запасаться алгеброй, которой нам для этого не хватает. Утверждение, оно частично фольклорное, поэтому к нему обычно приписывают много имён. Иногда это называется Лемма Зарискова, иногда Лемма Артина Тейта. И говорят о нас следующее. Пусть у нас есть расширение полей. То есть поле и в нём подполе. утверждают, что оно конечное тогда и только тогда, когда Л конечное порождено, порождено, конечное порождено как К-алгебра. Значит, ещё раз, давайте я прокомментирую, что здесь говорится. Конечное порождено как К-алгебра, это значит, что можно выбрать такое конечное количество элементов Л, что разрешёнными в алгебре операциями, то есть сложением и умножением, можно породить всё Л. делить в этот момент нельзя. То есть порождено не как поле, а порождено как алгебра. Если мы знаем, что получилось поле, то эта конечная порождённость на самом деле эквивалентна намного более сильному условию. То есть это конечное решение полей, это значит, что Л конечномерно как К-векторное пространство. Ну, то есть легко себе представить такую конечную порождённую алгебру, которая не конечномерна, как К-векторное пространство. Например, К просто добавить трансцендентную переменную. То есть посмотреть, например, алгебру всех многочленов от одной перемены над К. Она совершенно бесконечномерна, как векторное пространство, но она не является полем. А вот быть ещё при этом полем это такое очень сильное условие. Давайте это докажем. Но первым делом, перед тем, как делать любую работу, надо понять, какую работу надо делать. Вот тут у меня, соответственно, какая-то равносильность. То есть если это L над K конечномерное как векторное пространство, то оно конечномерное как калгебра. И наоборот. В какую сторону надо доказывать, а в какую сторону всё очевидно? В право очевидно. Если оно конечномерное как векторное пространство, значит, там есть конечное количество элементов, которые просто уже сумму и умножение на элементы из К все уже порождают. Даже не обязательно брать, у нас еще в запасе есть операции, просто перемножать их как элементы L, вот даже этого не надо. Слева направо на самом деле это очевидно, я даже доказывать не буду. Поэтому мы доказываем, конечно, вот такую вот импортацию. И доказывать мы это будем индукцией по... Да, значит, пусть L порождено элементами альфа-1 и так далее, альфа-n, доказывать мы будем индукцией по n. Более того, это утверждение настолько важное, что мы его попытаемся доказать двумя способами разными. Хорошо, значит, база индукции, это n равно нулю, при n равно нулю доказывать, собственно, нечего, L совпадает с К. Поэтому мы этого делать не будем, мы просто сейчас сразу обработаем переход индукции. Еще есть один случай, когда работать не надо, ничего делать не надо. Это случай, когда все эти элементы алгебраичны над К. Ну, тогда просто, когда мы добавляем, ну, алгебраичны над К, это значит, что элемент альфа-алгебраичны над К, когда он натворяет какому-то полиномиальному уравнению с коэффициентом ФК. Ну, это значит, что просто он порождает, как алгебра, он порождает, конечно, мерное пространство, потому что какие-то степени надо добавить, а начиная с какой-то, ну, вот, если он натворяет уравнению степени 10, то значит, что десятая степень выражается через меньшие степени. То есть, если все альфа-итты алгебраичны, то доказывать нечего. Так что предположим, что... Да, вот эта вот, собственно, равносильность начинается вот отсюда. Да, нам дано, что К поле и Эль поле. Предположим, что альфа-1 не алгебраичен над К. Давайте вот даже для того, чтобы подчеркнуть у него алгебраичность, о чем так, как мы обычно обозначаем переменные, давайте выделим его и обозначим буквой Т. Тогда у нас есть поле К. К, оно вложено в поле К от Т, и поле К от Т уже сидит в поле Эль. Можно над К породить что-то Т как алгеброй, можно породить как алгебру, можно породить как поле, но все равно, поскольку мы в результате сидим в поле Эль, то там есть и Т, и его обратное, то есть где-то здесь сидит такое поле рациональных функций от одной трансцендентной переменной. И Эль над К от Т это поле рациональных функций от Т. Мы договорились, что в случае, если нам что-то не очевидно, здесь должен быть не алгебраический над К элемент, то есть трансцендентный над К элемент, элемент, который среди порождающих, который не удовлетворяет никакому алгебраическому уравнению с коэффициентом ФК. Вот назовем его буквой Т, к примеру. Тогда, поскольку Эль это поле, там есть еще Т в минус первой тоже, вот они, может быть, порождают не все, но порождают какое-то подполе. Может быть, совпадающее с Эль, это я тоже не исключаю. Но уж по крайней мере Эль над К от Т порождено чем? Порождено элементами альфа-2 и так далее альфа-Н. То есть порождено меньшим количеством элементов. То есть это снова расширение полей, которое как Эль, как К от Т алгебры, порождено меньшим количеством элементов. Поэтому по индукции вот это расширение полей конечное. То есть, опять же, другими словами, Эль является конечномерным К от Т векторным пространством. Это что значит? Это значит, что можно в нем выбрать базис. Давайте выберем в нем какой-то базис. базис Эль над К от Т. Там могут быть, например, если выбирать как-то так, чтобы было удобно работать, наверное, надо туда в качестве первого элемента взять единицу. в качестве остальных надо брать какие-то там выражения от альфа-2, альфа-Н. Мы не знаем наперед, какие. И на самом деле можно его выбрать любым способом. Даже я не буду предполагать, что он выбран каким-то удобным образом. Может быть, там единица, априори и нет. Хорошо. Давайте сначала сделаем небольшое замечание. Теперь как выглядят все элементы из Иль? Это линейная комбинация этих векторов из базиса, коэффициенты которых это рациональная функция от Т. То есть у каждого элемента и у каждого конечного количества набора элементов есть только конечное количество знаменателей в его координатах, которые входят в выражение его через вот это. Поэтому каждое конечное количество элементов можно домножить на какой-нибудь подходящий многочлен так, чтобы произведение выражалось через вот эти векторы с коэффициентами, которые были многочленами от Т. Давайте я это запишу. Замечание. Если σ, это конечное подмножество конечное подмножство в Иль, то существует такой многочлен f, ну, для каждого σ свой, такой, что если f помножим на σ, то есть f помножим на все элементы σ, это дело будет содержаться в таком вот, в такой вот под множестве векторов вот такого вот вида. Что, что? Да, простите, я сбился. Хорошо. Вот я теперь отмечу, что множество векторов такого вида, оно ничего хорошего не образует. Ну их, конечно, можно складывать. Это, конечно, k векторное пространство, но, с другой стороны, это, конечно, не векторное пространство вот над этим пулем, еще это не алгебра, потому что мы вообще ничего пока не знаем про то, как перемножаются элементы Е1. Скажем, что будет, если Е1 завести в квадрат или элемент Е1 умножить на Е2. Может быть, это будет что-то, ну, оно, конечно, опять выразится через элементы Е1, Е2, Е1 и так далее, ЕМ, но может оно выразится с какими-то знаменателями по Т, и сюда не попадет. Поэтому я сейчас пойму, что нужно сделать с этим векторным пространством, как далеко оно от того, чтобы на нем существовала структура алгебра. Оказывается, что оно не очень далеко от того, чтобы на нем существовала структура алгебра. Давайте, предположим, пусть сигма содержит все Е1 и Е1. по нему можно выбрать вот такой вот многочлен F с вот таким вот свойством. Я утверждаю, что тогда такое вот множество многочлены от Т и от одной F умножить на Е1, прибавить многочлены от Т и от одной F на ЕМ. Это алгебра. Да, всевозможные произведения байзистых векторов. То есть пока мы до этой секунды о них думали как просто о векторах в векторном пространстве, а теперь мы вспомнили, что на самом деле на всем есть структура алгебра, их можно перемножать. Но пока мы не знаем, что получится. Но, по крайней мере, получится конечное количество элементов. Значит, что я здесь написал? Вот здесь вот, вот это вот K от Т от одной F, это буквально то, что написано. Это множество таких выражений вида G на F в степени R, где G принадлежит многочленам от Т. Хорошо, я здесь сделал некоторое заявление, что если многочлен F, не любой многочлен, а построенный вот по этой процедуре по множеству σ, которое содержит, которое неважно какое, но лишь бы оно содержало вот этот вот конечный набор элементов, тогда вот такая штуковина является алгеброй. Ну, действительно, давайте возьмем два элемента, которые здесь живут. Ну, то есть они разлагаются по E1 и так далее, E, с коэффициентом, причем имеют вот такой вид. Но если мы перемножим, давайте все это перемножим. Нам надо будет перемножить. Достаточно проверить, что произведение E на E жито с такими коэффициентами, это снова разлагается таким способом. Ну, действительно, вот у нас написано, например, G1 на F в степени R1 помножить на E1 на G2 на F в степени R2 помножить на E2. Это равно чему? Ну, вот какое-то вот такое выражение G1, G2, F в степени R1 плюс R2 помножить на E1 помножить на E2. Но что мы знаем про E1 помножить на E2? Он лежит в сигме, поэтому после умножения на многочлен F он попадает в такое вот подпространство. Другими словами, E1 на E2 это элемент с такого вот подпространства, делённый на многочлен F. То есть, если мы здесь ещё в знаменатель добавим F ещё в первой степени, то от этого останется нечто, ну, это выражение через E1 и так далее, с концентрами здесь, ну, в частности здесь тоже. Это большее подпространство. Хорошо, это под алгебра. А теперь в качестве следующего шага... Скажите, а как у нас связан функция F с множественным сигмом? Значит, ещё раз. Наблюдение простое, что какое бы мы ни выбрали конечное подможество в L, существует такой многочлен F. Неоднозначно определённый, её можно выбирать там многими способами. Такое, что F помножить на любой элемент из этого множества выражается через мои базисные векторы, которые я выбрал, зафиксировал, с коэффициентами, которые являются многочленами от T. Ну, почему? Потому что любой конечный набор элементов из L, каждый из этих элементов выражается через E1, с коэффициентами, которые являются рациональными функциями от T. Вот у них есть конечное количество знаменателей в каждом из этих выражений, конечное количество элементов, возьмём в качестве F произведения всех этих знаменателей, и всё получится. Предположим, что сигма обладает дополнительным свойством, что это конечное множество, которое содержит все E и E житая. Построим по нему такой многочлен. Ну, более правильно здесь писать F с индексом сигма. То есть это такой многочлен, построенный по множеству сигмы. Вот как я сказал. Перемножить все знаменатели всех элементов сигмы. Пусть теперь сигма, во-первых, содержит все E и E житая, еще содержит единицу, и еще содержит все альфа-Итая. И давайте я вот эту штуку обозначу буквой R. Вот это вот под алгебру, да? Вот это пространство, про которое мы только что доказали, что оно является под алгеброй. Тогда я утверждаю, что R совпадает со всем L. Почему? Потому что это под алгебра, которая... Хорошо, я здесь сказал алгебра, но, может быть, я немножечко неправильно употребляю терминологию. Мы проверили, что оно замкнуто относительно умножения. Также очевидно, оно замкнуто относительно умножения на элементы СК. Но, наверное, алгебре надо считать то, что содержит единицу. Ну вот, алгебра это штука замкнуто относительно умножения, содержащая единицу. Если единица есть сигме, то единица есть и здесь тоже. Если альфа-Иты есть сигме, то альфа-Иты есть и здесь тоже. То есть это штука замкнутого соседнего умножения, содержащая единицу, содержащую все порождающие L как алгебры. Значит, это алгебра R, вспадает с L. А теперь осталось последнее контрнаблюдение. С другой стороны, давайте посмотрим, что происходит при байсном векторе E1. Точнее, простите, я не сюда должен смотреть. С одной стороны, в этой алгебре, как векторное пространство, ее компонента при E1, это множество всех таких радиоциальных функций. G поделить на F в степени R. То есть это множество не всех радиоциальных функций, это множество тех радиоциальных функций, у которых в знаменателе допускается только в степени F. А в L, само L, то, что E1 в EM это базис, это значит, что L равно... Вот так вот раскладывается по векторам E1 в EM. То есть в качестве коэффициентов возможны любые рациональные функции. Но K от T не равно... Что ж такое-то, а? K от T 1 Ft противоречия. Почему множество рациональных функций от T не совпадает с множеством таких рациональных функций? Ну, потому что бывают... Что вы предположили? То есть H, то есть не алгебраичные. Мы рассуждали так, что если все элементы алгебраичны, то мы уже счастливы. Тогда эта штука является конечным расширением. Предположим, что есть хотя бы один не алгебраичный, и вот это придет к противоречию. Почему R равно L? R равно L. Потому что это замкнутое относительно умножение подножества, содержащие единицу и содержащие все порождающие L как алгебры. Теперь, с другой стороны, как векторное пространство, это вот такая штуковина, значит, ее пересечение с векторным пространством натянутым на первый базисный вектор должно совпадать с тем, что VL натянут на первый базисный вектор. Давайте наблюдение, что вот эта вот штука содержит всю сигму. Значит, пусть сигма это множество, по нему мы строим многочин F. Содержится множество, потому что что такое, как определяться F, какое определение F? Это такое многочин, что F на сигма содержится вот уже даже в таком векторном пространстве. Это значит, что сама сигма содержится в таком векторном пространстве, если я здесь еще допишу F-знаменатель. Ну вот это то, что у меня здесь написано. Точнее, вот здесь, наверное, даже больше. Здесь я допускаю знаменатель степени F, а сигма содержится в такой штуке, где, скажем, знаменатель, допускается вот сам F. Ну, да, хорошо. Значит, множество всех ассоциальных функций не исчерпываются теми, у которых знаменатель степени F, потому что есть непроводимые многочлены, которые там взаимопростые с F. приехали. А F с коэффициентами с какого? F это, да, я, простите, я забыл сказать, существует F, это такой многочлен от T. Вот это самый переменный, который мы выделили. С коэффициентами СК от одной переменной T. Давайте, поскольку это такой существенный результат, а повторение, как говорит СМАТЬ УЧЕНИЯ, мы ничего повторять не будем, мы просто обсудим еще одно доказательство, которое исходит из совершенно других идей, и поэтому, может быть, кому-то покажется более внятным. Лемма. Пусть А, здесь есть три кольца, кольца, причем кольцо А Нютерова, С конечно порождено как А алгебра и и С конечно порождено как B модуль. Тогда B конечно порождено как А алгебра. То есть, если у нас в большой алгебре конечно порожденный есть под алгебра, она тоже конечно порождена. Первое в этом деле понять, что из ничего это не следует. То есть, в принципе, если здесь поубирать какие-то условия, то это все развалится. значит, мы говорим, что что-то является алгеброй над чем-то, ну, если у нас есть, ну, вот, когда у нас одно кольцо вложено в другое, мы говорим, что С является, конечно, как алгебра, если там есть конечный набор элементов, которые порождают все С, если мы допускаем какие-то операции, если мы разрешаем умножать их между собой и умножать элементы из А. например, поле комплексных чисел конечно порождено как R-алгебра, но не является конечно порожденным как Q-алгебра. То есть оно является, в него вложено R как кольцо и вложено Q как кольцо, но над одним оно, конечно, порождено, а над другим нет. Хорошо. Давайте это докажем. Ну вот, у нас есть оно порождено каким-то порождающими X1 и так далее, Xn, как А-алгебра и какими-то порождающими Y1 и так далее, Ym, как B-м. Тогда с одной стороны все эти Xn, это элементы из С, поэтому поскольку вот этот порождающий Y1 и M это такая вторая система порождающая как B-модуля, Xn можно вырезать через Yj. То есть это сумма каких-то коэффициентов B и J на Y каждый X, это сумма каких-то коэффициентов B и J на Yj. B и J в B. Ну и теперь, если я возьму и перемножу два Y, это тоже вырезается обратно через Y. То есть для каких-то коэффициентов B и J катая это сумма B и J катая Y катая. B и J катая и J к B. И пусть B0 это А-алгебра порожденная всеми B и J и J катая. То есть B0 это такая подалгебра в B. Все вот эти коэффициенты лежат в B, но может они все B не порождают. Может они там порождают не в некий кусочек. Хорошо. Я утверждаю, что C конечно порождено как бы 0 модуль. Ну почему? Потому что просто оно C порождено вот этими Y действительно любой элемент C маленькой с C большого можно записать как какой-то многочлен от от X теперь ну вот здесь написано какие-то суммы с коэффициентами из-за произведения вот этих вот X-ов. Теперь все эти X-ы можно выразить благодаря первому соотношению через Y. А дальше если у нас встретилось какое-то произведение этих Y-ков, его можно заменить на произведение можно заменить на линейную комбинацию Y-ков опять. Ну опять раскрыть скобки там будет уже как бы маномы меньшей степени по Y-кам и еще раз убрать произведение еще раз убрать произведение. В конце концов все сведется к линейной комбинации Y-ков с коэффициентами которые являются произведениями вот этих вот многочленок ну как-то суммами произведения вот этих многочленок. То есть коэффициенты лежат в B0 Это P от X1XN это какой-то многочлен. То есть другими словами это сумма каких-то P от всех вот этих вот B помножить на Y-ката. А эти от всех коэффициентов B ну то есть вот от этих от вот этих. То есть это элементы из B0 значит C является C порождается просто вот этими известными нам известными нам элементами которых конечное количество как модуль над B0. Хорошо. Давайте следующий шаг я не буду подробно разбирать потому что он абсолютно аналогичен тому к чему вы привыкли для ньотеровых колец значит кольцо А ньотерова B0 конечно порожденная алгебра над А и C конечно порожденный модуль над этой конечно порожденной алгеброй. Из этого следует что как говорится C ньотерова как А модуль. то есть любой его подмодуль конечно порожден. то есть любой подмодуль давайте я скажу утверждение а проверить детали это будет упражнение. Вы, наверное, помните и, наверное, разбирали что если у нас есть конечно порожденное кольцо над ньотеровым кольцом то оно ньотерова. Это, собственно, теорема Гильберт-абазиса. Это в одну строчку вводится стереом Гильберт-абазиса. У нас есть ньотеровое кольцо А конечно порожденное кольцо В0 над ним конечно порожденная А алгебра значит В0 это снова ньотеровое кольцо. И дальше у нас имеется конечно порожденный модуль над В0. Утверждается, что в любом конечно порожденном модуле над В0 он ньотеров. То есть у него любой подмодуль тоже конечно порожден. Здесь важно вот в этом месте ньотеровое используются по ПО-программе. Если нет, то нет. В частности давайте это утверждение оно абсолютно в каком-то смысле аналогично доказывается как его частный случай стоит в том, что если смотреть кольцо как модуль над собой, то любой его подмодуль конечно порожден. Если у вас есть ньотеровое кольцо, рассмотрим его как модуль над собой, тогда любой подмодуль конечно порожден. Как называется подмодуль кольца, который мы рассмотрим как модуль над собой? Рассмотрим кольцо как модуль над собой. Как называется его подмодуль? Точно. Если вы выпишите все определения, то его подмодуль это как раз идеалов кольца. В данном случае кольца Б0. То есть то, что я говорю чуть-чуть более общее утверждение, в сравнении с тем, что в любом ньотеровое кольцо любой идеал конечно порожден. Это кажется аналогичным, поэтому я на него тратить время не буду. Давайте им воспользуемся. Ну, в частности, какие бывают подмодули в кольце С? Какие бывают А подмодули в кольце С? Ну вот, например, бывает Б. Б конечным порожден как А модуль. Хорошо. А с другой стороны А, ну, собственно, все. Мы хотели доказать, что... А, если как модуль, то и как талк на протож. Простите, извините, в эту секунду я говорил про то, что это модуль над B0. Давайте сделаем все по шагам. я говорил, что B0 ньютер в кольцо, С, конечно, порожден как... Да, это я перескочил, это я поглядился. С, конечно, порожден как модуль над ньютерным кольцом B0, значит, все его подмодули конечно порождены на B0, значит, B, конечно, порождено как B0 модуль, но B0, конечно, порождено как А алгебра. Значит, B, B, конечно, порождены как B0 модуль, b0, конечно, порождено как а-алгебра, значит, b, конечно, порождено как а-алгебра. Это, в честном случае, более общее утверждение, которое полностью аналогично тому, которое мы разбирали в качестве средств и теоремии гелетабельсии. Более общее утверждение формулирую. Серьез секунду я доказывать не буду, это упражнение полностью аналогично тому, что вы уже умеете делать. Значит, если у вас есть нётрое кольцо, в данном случае b0, и, конечно, порождённый модуль над ним, то любой подмодуль, конечно, порождён. Частный случай, когда модуль является самим кольцом, вы знаете. Применим это к нётрому кольцу b0, конечно, порождённый над ним модулью c, и его подмодулью b. b, конечно, прождён как b0 модуль, а само b0, конечно, порождено как а-алгебра. Значит, b, конечно, порождён как а-алгебра. Хорошо. А мы с вами по второму разу доказываем лему Артенна Тейта вторым способом. Значит, это снова та же самая лему Артенна Тейта. Давайте её переоформулируем. к поле, а л, конечно, порождено как к-алгебра. И л поле следует на конечное расширение полей. То есть, л, конечно, верно над к. Доказательства. Вот у нас л, конечно, порождено над к. Каким-то набором элементов, некоторые из которых трансцендентные, некоторые из которых алгебраичные. Как вы, наверное, знаете, но если не знаете, то это тоже простой алгебраический факт. Можно выбрать базис трансцендентности. То есть, можно выбрать такой набор из алгебраички независимых над к друг другом элементов, что поле, порождённое имя, лежит в нашем L, и при этом L алгебраично над этим промежуточным полем. Назовём его, скажем, F для краткости. В частности, поскольку это конечное порождённое алгебраическое решение над F, то L конечное над F. То есть, конечное, как F-векторное пространство. Теперь нам надо обработать только вот это расширение. Значит, если оно тривиальное, если у нас нет никаких здесь трансцендентных элементов, то мы всё доказали. Это называется базис трансцендентности, да? Это называется базис трансцендентности, да. А почему он всё время порождает, если это базис? То есть, он базис чей? Ну, я прошу прощения за такую терминологию, она, к сожалению, устоялась. Не я её придумал, это придумали сто лет назад. Базис трансцендентности в конечном порождённом расширении полей это такой набор элементов, которые алгебраически независимы. И при этом большое поле над ними уже алгебраичное. Но её существование почти очевидно. То есть, если у вас есть какой-то трансцендентный элемент, вот давайте его добавим. Вот давайте его возьмём, добавим в этот базис. Если всё остальное алгебраично, то мы уже приехали. Если есть хотя бы ещё один элемент, который трансцендентен, тогда давайте его снова добавим. Ну, нам единственное надо доказать, что этот процесс оборвётся, но он там оборвётся, это... Что в данном контексте, в основном, алгебраичное? Алгебраичное, значит, как было час назад, удовлетворяет алгебраическому, каждый элемент здесь, удовлетворяет алгебраическому уравнению с коэффициентами в этом природственном поле. Хорошо. Вот у нас есть подполье f, которое, конечно, порождено как поле. Но что мы знаем из предыдущей леммы? Из предыдущей леммы мы знаем, что f, конечно, порождено как к-алгебра. Предположим, что f не равно самому k. Если f равно самому k, то нам уже и так хорошо. Я сейчас приведу это к противоречию. Ну вот, f, конечно, порождено как к-алгебра, то есть существуют такие элементы β1 и так далее, β, скажем, s, которые порождают f как к-алгебру. Заметим, что это не наш элемент, это 1, tr. Их не хватает, потому что t1, tr порождают кольцом многочленов от t1, tr, как к-алгебру. А я хотел бы кольцо рациональной функцией. Вот сейчас через несколько сочек мы докажем, что так вообще не бывает, получится противоречие и получится только k, на самом деле, совпадает cf. А круглые скобки многочлены? Еще раз, круглые скобки обозначают рациональные функции от наших переменных. Я, сейчас говоря, думал, что это обозначение стандартное и уже вводилось в предыдущих сериях. Но квадратные скобки обозначают многочлены. Здесь написано то, что является полем. Многочлены поля не образуют ни в какой разумной ситуации. Рациональные функции образуют. Потому что, если я возьму мои независимые переменные, это 1 и так далее, tr, что они мне продают на tk? Они мне продают кольцо многочленов на tk, которое поле не образует. А эта штука побольше, чем кольцо многочленов, это все это отношение многочленов к рациональной функции. Но вообще, как бы, не надо удивляться, что вы подозреваете какой-то подвох. Действительно, вы не зря его подозреваете. Сейчас так вообще не бывает. Сейчас мы как раз придем к предварительному. Хорошо. Ну вот, у нас каждая β-i это какая-то рациональная функция. То есть она имеет вид f-i поделить на g-i, где f-i, g-i это на этот раз многочлены от t1, tm. Хорошо. И мы говорим, что теперь, если их перемножать и складывать, то через них выразятся все рациональные функции. Но так быть не может. По той причине, что среди вот этих вот многочленов есть бесконечное количество неприводимых. Как это доказать? А кто не знает, как это доказать? Почему в кольце многочленов вместо бесконечного, конечно, неприводимых? Нет, подождите, это стандартное рассуждение. Стандартное, уже 2300 лет люди начинают с этим словом. Пусть бесконечное. Возьмем и все, или множим. Точно. И что? Дальше стоит единичку. Прибавим единичку, это разлагается на неприводимом множителе, возьмем любой неприводимый миксом множитель, он очень взаимопросто со всеми. Это то же самое доказательство, которое так называемое доказательство Эвклида бесконечности числа простых чисел работает. Единственное замечание стоит в том, что, в принципе, если поле К бесконечно, то можно и без этого рассуждения, потому что тогда существует бесконечное количество многочленов вида вот такого, Т1-А. Очевидно, что они неприводимы и непропорциональны друг другу. Но вот это утверждение, которое вы сказали, оно убивает и конечные поля, заодно тем же махом. Да, мы в конце все это будем применять к алгоритмам полям, но здесь это не важно. Если бы базовое поле было к алгоритмам замкнуто, тогда можно было бы обойтись вот этим тривиальным наблюдением с линейными многочленами. Хорошо. Ну вот у нас есть конечный набор многочленов же ИТ, и у каждого из них конечное количество неприводимых со множителей. Пусть H, то есть у нас есть бесконечное количество неприводимых многочленов, есть такой многочлен, который взаимно прост со всеми. тогда H не принадлежит вот этому кольцу, порожденному β1 и так далее, βs. Потому что все, что... Простите, не H, а 1H. Потому что все, что лежит в этом кольце, у него знаменатели делят произведение в произведение вот этих же ИТ. Конец. Давайте теперь этим пользоваться. Следствие. Пусть H алгебраически замкнутое поле. Давайте я теперь буду обозначать бухгкк маленькая в честь того, что это поле уже непроизвольное, алгебрически замкнутое поле. И в кольце многочленов от нескольких переменных рассмотрим максимальный идеал. Тогда, во-первых, вот это кольцо фактор по этому максимальному идеалу это само поле К. И во-вторых, M порожден элементами вида Т1 минус А1 Т1 минус А1 Т1 минус А1. Доказательство. Ну, во-первых, фактор максимального идеалу это что? да, во-вторых, L, пусть L обозначим буквой L вот этот фактор. Это поле, поскольку идеал максимален. А во-вторых, ну вот, в наше кольцо вложено само поле К, и оно тривиально пересекается с максимальным идеалом. Максимальный идеал не содержит обратимых элементов. Он не может там единицу содержать или какой-то другой элемент на ниве из поле К. Поэтому поле К вложено в фактор. У нас есть такое расширение полей. С другой стороны, L порождено образами тритов, как К-алгебра. Ну, потому что уже вот это кольцо, которое мы фатеризовали, порождено тритами, как К-алгебра, значит, фактор порожденных образами. В частности, конечно, порождено, как К-алгебра. Отсюда следует, что это конечное расширение полей. То есть L на К конечномерное векторное пространство и, в частности, каждый элемент из L алгебраичен на К. А что следует из того, что каждый элемент из L алгебраичен на К? На алгебраичный замок. Да, до этого места вот то, что я сказал досюда верно для любого поля вообще. То есть, как бы, можно сформулировать еще пункт 0, что тогда этот фактор это конечное расширение поля К. Но давайте это уже крохоборство. поскольку К алгебраички замкнуты, то или равно К. И это был первый пункт. Второй пункт состоит в том, что у нас Т1, ТН пошли куда-то, отображаются в какие-то элементы поля К при факторизации по идеалу М, назовем их буквами АИТ. Это образы ТИТах при этом факторе отображения. И тогда ТИТ минус АИТ принадлежат нашему идеалу М, потому что ТИТ обухаются в АИТ в этом факторе и АИТ тоже отправляется в АИТ в этом факторе. Значит, ТИТ минус АИТ отправятся в 0. И пусть М' это такой подидеал в М, который порожден вот этими линейными функциями. Я хочу доказать, что на самом деле он совпадает с М. Но это сделать тоже проще простого, потому что давайте рассмотрим такой вот фактор. Возьмем наше кольцо многочленов. Вместо того, чтобы авторизовать его по М, фотоизуем его по М'. Что это такое? Это снова К, потому что мы знаем, куда отправляются порождающие кольца многочленов. Они отправляются какие-то элементы в поле К. Ну, значит, все отправляется в элементы поле К. Значит, на самом деле М' совпадает со всеми. Вопросы по этому доказательству? Почему К? Потому что в М' живет элемент Т1-А1. Значит, факторы по М' Т1 отличаются с А1. Ну и так далее. А зачем мы М' вводили? Я хотел доказать второе утверждение. Я хотел доказать, что М порождается элементом такого вида. Я доказал, что такие элементы лежат в М, но может они порождают что-то поменьше. Т1-1 лежит в М, но один сам по себе не порождает М. Вот я опасался, что, может быть, они все вместе тоже не порождают М, но понял, что если они порождают какой-то под идеал, то под идеал должен совпадать сам. Другое следствие. Пусть, опять же, поле К алгебраически замкнуто, и пусть у нас есть какой-то идеал внутри кольца на Гафферне. И предположим, что у этого идеала нет общих нулей. Тогда идеал совпадает со всем кольцом, то есть содержит единицу. Доказательства. Давайте докажем другую сторону. Предположим, что и не совпадает со всем кольцом. Это тогда нетривиальный идеал. Любой нетривиальный идеал содержится в каком-то максимальном. этот максимальный идеал порожден элементами вида Т1-А1 ТН-АН для каких-то чисел А1 и так далее АН. Теперь наш идеал И содержится в этом максимальном идеале. Все элементы из И выражаются через вот такие линейные функции. Значит, если у них есть общий ноль, тогда и у всех элементов из И тоже есть общий ноль. Но здесь общий ноль очевиден. Какой? Точка, да. Тогда давайте перейдем уже к тому, что иногда это утверждение тоже называют какой-то из форм теоремы Георгий в льда нулях. Давайте перейдем теперь к нашей основной теореме. Я ее сформулировал немножечко не так, как формулировал в начале лекции, но из того, что я сейчас скажу, то, что было в начале, следует очень быстро. Теоремя Георгий в льда нулях. Если вы хотите блеснуть эрудицией, особенно в англоязычном или немецкоязычном мире, то можно запомнить, как она называется по-английски и по-немецки. Главное, не реально запомнить, сколько здесь букв L. Много. Пусть поле К алгебраически запнуто G и это какой-то взял в пальце многочленов. И пусть G это такой многочлен такой, что G равен нулю на всех общих нулях идеала И. Тогда существует такое натуральное число R, что G в степени R принадлежит И. Ну или другими словами G принадлежит радикалу идеала И. Все элементы, дотоверяющие такому свойству, если элемент G таков, что в какой-то степени лежит в идеале И, то, конечно же, он равен нулю на всех нулях идеала И, потому что тогда G в степени R равен нулю во всех точках, где все элементы из И равны нулю, потому что он сам по себе лежит в И. Ну а G и G в степени R равны нулю в одних и тех же точках. То есть в одну сторону это свойство очевидно, вот в обратную сторону это не очевидно. Мы его будем выводить из того следствия, которое доказали только что. То есть вывод уже не используют никакой такой фундаментальных алгебровичных теорем, вывод это остроумный трюк, который по историческим причинам называется трюк Рабиновича. А тут исторические причины надо сказать, что были уже настолько давно, что уже даже есть, поскольку было много математиков с такой фамилией, уже даже есть два взгляда на то в честь какого из них это Рабинович. Значит, есть даже два взгляда на то, в честь кого из них это было названо. Ну там есть такой более распространенный взгляд, что это человек, который родился в Одессе, учился в Казани, а потом работал в Мичигане. Мей интервьюционный взгляд состоит в том, что это человек, который всю жизнь проработал в МГУ, но поскольку дело давнее, и эта вещь скорее фольклорная, то так это до конца и неясно. Хорошо. Ну, давайте рассмотрим такие... Дайте предположим, что вот у нас есть такой многочлен, G. тогда мы бы хотели свести это к предыдущему утверждению. Там разговор был про многочлены, которые не имеют общих корней. Нам бы хотелось из вот этих многочленов, из порождающих идеалы И и многочленов G сделать какой-то набор многочленов, которые не имеют общих корней. Пусть F1 и так далее Fm порождают И. Я могу их выбрать в конечном количестве по теореме Гиберта-базиса. Рассмотрим такие многочлены. Рассмотрим пусть У новая переменная. Рассмотрим в кольце многочленов от Т1 и так далее Т, Н и еще от переменной У такие многочлены F1 и так далее Fm и еще многочлен У помножить на G отнять 1. Это как бы новая переменная. Вот такая же ничем не хуже не лучше, чем Т1 ТМ. Но просто у меня первый многочлен в моем наборе зависит только от переменных не включая У, а вот еще такой новый многочлен, который я тут написал, он зависит от ТУ тоже. Слегка. Что мы знаем про такой набор многочленов? Как выглядят их общие нули? Это общие нули вот этих, в которых еще вот этот зануляется. Общие нули вот этих это то же самое, что общие нули идеологии, а на них по условию G на всех равен нулю. Может он где-то там еще равен нулю, но на них на всех он точно равен нулю. Значит, этот многочлен не зануляется. эти не имеют общих нулей. Где? Ну, если быть до конца формально точными, то на единичку большем афинном пространстве. поэтому по предыдущему следствию существуют такие многочлены, скажем, H1 и так далее, Hm плюс 1 вот в этом нашем новом большем кольце такие, что выполнено вот такое соотношение H1 на F1 ну то есть там было написано, что вот этот идеал импорождаемый тривиален, да? Тривиален значит содержит единицу. Это значит, что через вот эти образующие выражается единица. Теперь давайте сначала я скажу, что с этим делать немножечко неформально, а потом скажу более строго. Неформально сделаем подстановку Сделаем подстановку U равно 1 на G. U это пока такая переменная, которая никому ничего была не должна, но вот сделаем такую подстановку. Получим вот тут, конечно, небольшое неудобство состоит в том, что многочлены ошибки, они тоже зависят немножечко от U, но мы туда тоже сделаем такую подстановку. Получим выражение, которое имеет место уже в рациональных функциях от всех переменных, кроме U, то есть от переменных T1, Tn. Здесь будут какие-то H1 с волной. Это такая традициональная функция, которая получилась из многочлена H1, когда мы вместо U, которая туда входила, как ей принято входить с многочленом, поставили 1 на G. H1, Tn. Ну а это все просто хлопнулось. А это рациональная функция. Я поставил U равно 1 на G, это превратилось в 0. Этого слогаемого вообще нет. И, наконец, я домножу здесь на знаменатели. Да, а теперь, какие здесь знаменатели? Здесь был многочлен, который зависел от U. Я в качестве U поставил 1 на G, значит, знаменатели полезли в какие-то степени G, но не больше того. Значит, домножим на какое-то подходящее G в степени R и получим уже какие-то многочлены. Там, не знаю, H1 с крышкой F1 плюс и так далее. Hm с крышкой Fm равно 1. Значит, еще раз, это равенство верно в кольце многочленов от T1 и так далее, Tm на U. Это равенство верно в кольце рациональной функции от T1 от Tm. А это равенство, то есть это равенство над рациональной функцией. А это равенство верно тоже в кольце рациональной функции, но все, что сюда входит, это многочлены. То есть это в кольце рациональной функции, но равенство на многочлены в кольце рациональной функции что верно тогда только тогда, когда оно верно и в самом кольцовом гальшином. Ну, а это район уже в свою очередь означает, что g в степени r лежит i, правда? Давайте теперь я скажу, какой формальный смысл у каждого из этих шагов. То есть, вот что значит, я тут сказал, подставим u равно 1 на g. Что же это за операция такая? Эта операция вот такая. У нас есть из кольца многочленов гомоморфизм как кольца в поле рациальной функции t1 и так далее t, при котором все t и t переходят в t и t, а u переходит в 1 на g. Ну, это как бы свободная алгебра, пророжденная тими переменами, поэтому ее достаточно, любой гомоморфизм достаточно создательно образующий. При этом заметим, что если я забуду про u, то есть на подалгебре, пророжденной t1, tn, это индуцирует обычное вложение кольца многочленов в кольцо рациональной функции. Теперь вы применили гомоморфизм к какому-то равенству в первом кольце. Это значит, что возьмем образы всех элементов, образы hитых я обозначил hитой с волной, образы fитых я обозначил опять за fитой, потому что на кольце многочленов от переменных t1, tn это вложение в свое поле частных. Вот это образ нашего равенства при гомоморфизме. То есть выполнено вот такое соотношение в поле рациональной функции. Но дальше я провожу уже просто преобразование в поле рациональной функции от t1 и т.д. tn. Я домножил на знаменатель, получил другое соотношение, и еще раз воспользовался тем, что кольцо многочленов в поле рациональной функции вкладывается. Поэтому если у меня в поле рациональной функции выполнено равенство на многочлены, это значит, что это же равенство выполнено уже в кольцо многочленов. Это уже тривиальный переход, но если быть до конца точным и формальным, то его надо тоже прокомментировать. А в кольце многочленов это уже буквально значит, что жеф-степенер лежит на нашем материале. Хорошо. Есть ли вопросы по этому количеству? А когда мы начали дебить на шею, мы перешли в поле? Вот когда мы сделали вот такую подстановку. Если вам не нравится слово подстановка, то можно сказать более формально. Рассмотрим гомоморфизм кольца многочленов от Т1 и так далее ТН. И еще У в кольцо, оно, кстати, полем является, но давайте думать в эту секунду про него как про кольцо. В кольцо рациональной функции от Т1 ТН. Это гоморфизм. Гоморфизм из свободной алгебры достаточно задательно образующих. Я его задаю на образующих. ТИТА переходит в ТИТА, здесь есть тоже элемент ТИТА, а У переходит в одну ЖТА. То есть мы обязательно в коррациональной функции. То, что мы делим дальше. Ну да. Мы рассматриваем этот равенство в кольце рациональной функции от Т1 и так далее ТН. А потом обратно выбираемся в кольцо многочленов. Уже от Т1 ТН до всякого. Хорошо. Во-первых, моментальное следствие. Если И радикален, то... То... Не обязательно и равны радикалу или радикал Ж? Нет, радикальный. Радикал любого идеала радикален. Но проще не думать ни про какие дополнительные идеалы Ж. Просто идеал называется радикальным, если он совпадает со своим радикалом. Хочу думать про один объект, а не про два. Если идеал радикален, тогда множество всех многочленов, зануляющихся на множество всех точек, которые являются общими нулями от И, это снова идеал В. Вот это то, что я обещал вначале. Что это соответствует, если его пройти туда и обратно, вернется туда же, куда мы ушли. Давайте, может быть, опять же, поскольку мы важные теоремы разбираем с двумя доказательствами, поскольку эта теорема важная и красивая, давайте обсудим их. Если кому-то совсем не нравятся подстановки и поля частных, то давайте мы это доказательство обсудим при помощи немножечко другого друга. Если мы называем трюки в честь преподавателей Московского государственного университета, это надо, наверное, считать трюком Горчинского Рубина-Люча. Если кто-то ходил в прошлом году на курс по дефицитарной теории ГУА, то тот этот ДКС уже слышал, но давайте я повторю для тех, кто не ходил. Вот этот теорем Гильберта выводить из предыдущих фундаментальных алгоритических фактов. Ну вот, мы дошли до этого равенства, но дивить боимся. Давайте сформируем несколько вспомогательных колец. Ну, во-первых, возьмем кольцо многочленов и отфакторизуем по И. Значит, куда денутся наши многочлены и вообще вот это равенство, куда денутся. Куда денутся наши многочлены Ф и Т при гомоморфизме из кольца многочленов в кольцо Р? Вот у меня есть гомоморфизм из кольца многочленов в его фактор по идеалу И. Давайте рассмотрим образ этого равенства при таком гомоморфизме. Вот это все вообще уйдет, да? То есть в R выполняется такое равенство. Какое-то HM плюс 1. Давайте я напишу его с чертой. Вы говорите, R это K1, K2, и KN фактор по И, да? Ну, вот это не принадлежит. Вы совершенно правы, да. Давайте, значит, у нас тогда вы совершенно правы. Тогда K от T1 и так далее TN, U отображается в R от U. Ну, можно дофактор добавить, можно постфактор добавить, как вам будет угодно. Оно в идеале И все равно не участвует. Тогда в R от U выполнено вот такое соотношение. Здесь есть какой-то многочлен HM плюс 1 с чертой. Там как-то что-то куда-то... Ну, не многочлен, а элемент этого кольца. Помножить на U G с чертой минус 1 равно 1. Другими словами, вот эта штуковина обратима в R от U. То есть это такое кольцо многочленов от U, коэффициенты которого берутся из такого вспомогательного кольца. С другой стороны R от U само по себе можно вложить в кольцо формальных степенных рядов от U. Что это такое? Это множество таких сумм аито по I большего нуля аито U в степне I, где аито берутся из кольца R. Как такие суммы складывать? Ну, поэффициентно. Как такие суммы перемножать? Ну, как вот мы привыкли перемножать многочленные степенные ряды, при этом степенные ряды, конечно, бесконечные, но легко увидеть, что каждый конечный коэффициент в произведении зависит только от конечного количества, только от тех, которые при меньшей степенях стоят. Если вы хотите вычислить в произведении коэффициент при U в десятой, то вас не интересуют коэффициенты при степенях выше, чем 10. То есть это здесь умножения корректно определены, то есть это такое кольцо, и в него многочлены, очевидно, можно вкладываться. Хорошо. Чем хороши степные ряды? А тем, что вот там-то у этого элемента существует очевидный обратный. А как выписать обратный к такому элементу? Дышки прогресса, очень хорошо. Значит, есть такой элемент. U уже с чертой минус 1. Давайте я его обращу. Для этого я его перепишу как? Это минус 1 минус U уже с чертой. Всё в минус 1, да? Это минус... А дальше надо писать буквально геометричную прогрессию. 1 плюс U с чертой плюс U квадрат J с чертой в квадрате плюс и так далее. То есть вот у нас есть два конкурирующих, как говорится, проекта. С одной стороны, у нас есть многочлен, U какой-то, который является обратным к этому элементу. А с другой стороны, у нас есть ряд, который мы способны даже выписать руками. Это ряд. Да, но они должны быть равны друг другу, поскольку... Нет, знак чередуется уже... У нас здесь минус, поэтому знак как раз не чередуется. Это упражнение на геометричках прогресса. Я проверил. Хорошо. Значит, эта штука равна вот этому H m плюс 1 с чертой. То есть какому-то многочлену от U. А здесь написано ряд, у которого U входит вообще во всех степенях, но как это, с другой стороны, обратный единственный. Как это противоречие может разрешиться? А вот как. Может быть, большие степени здесь, начиная с какого-то момента, на самом деле не входят. А за счёт чего они могут не входить? А за счёт того, что они входят с вот таким коэффициентом. G с чертой в какой-то степени. Если бы G с чертой был элемент кольца многочленов, эту ситуацию было бы уже не спасти, потому что там нет нельпатентов. А единственный способ, которым это может не приводить к противоречию, состоит в том, что G с чертой нельпатент в этом нашем кольце. В кольце R, собственно. G с чертой сам лежит в кольце R. Следовательно, G с чертой в какой-то степени R равно нулю. А это в свою очередь значит, поскольку G с чертой это происходит в R. А это значит, что элемент G в какой-то степени делает что? Движит V. Ну, может быть, за оставшиеся 3 минуты это было второе доказательство той же теоремы по моду всего Артен-Тейта и всего предыдущего. Мы из него вывели такое философское следствие про афинное многообразие. Давайте я теперь, чтобы показать вообще силу и размах этой тюрьмы о нулях, выйду из нее еще одно небольшое следствие. Вот помните, мы с вами говорили, что мы ввели понятие приводимости и неприводимости афинных многообразий и говорили, что афинное многообразие может быть задано несколькими разными идеалами, но если нам так повезло и мы его смогли задать простым идеалом, то афинное многообразие неприводимо. Оказывается, верно и почти верно и обратно. Заметим, что простой идеал радикален. Значит, если G в степени R лежит в простом идеале, то либо G, либо G в степени R в настоянии лежит в идеале и так далее, а значит G лежит в самом идеале. Следствие. Значит, я напомню, что если I прост, тогда V от I неприводимо. Если V это афинное многообразие и V неприводимо, тогда идеал всех функций, заявляющихся на нём, простой идеал. Ну или другими словами, если многоразие задано идеалом I, I многоразие неприводимо, тогда радикал I прост. Доказательство. Пусть этот идеал непрост. Тогда существуют такие F и G, что F ни F ни G не принадлежит, а FG принадлежит. Ну, если FG принадлежит I, то I это был идеал всех функций, зануляющихся на V, значит FG равно нулю на всём V. Давайте разберёмся сначала с первым. Поскольку F не принадлежит I, это значит, что он… F не равен даже нулю на V. Почему? Аккуратнее, аккуратнее. И что? Ну, хорошо, да. Значит, мы здесь в каком-то месте мы говорим, что… Ну, в такой формировке я сформировал это двумя способами, что если… Ну да, потому что I состоит из всех функций, которые зануляются на V, или потому что если бы F был тоже равен нулю на V, тогда он бы… его какая-то степень принадлежала I. Хорошо, да, но это идеал, который состоит из всех многочленов, которые зануляются на V, чтобы сказать это, нужно было узнать вот то соответствие, которое мы вывели перед этим. Другими словами, можно сказать так, давайте как бы не раздумывать про то, что… Вот в других словах можно сказать так, вот пусть I у нас просто какой-то идеал, который задает наше многообразие. Можно считать, что он радикален. Вот давайте я докажу, что он прост. Можно считать, что он радикален по теоретам Гельбета-нулях. Сейчас я докажу, что он прост, потому что если он не прост, тогда существуют такие два многочлена, каждый из них не равен тождественному нулю на V, потому что если он равен нулю, тогда по теореме Гельберта какая-то его степень лежит в идеале, а идеал радикален, так не бывает. Значит, он не тождественное равен нулю на V. Ну и G не тождественное равен нулю на V. А FG тождественное равен нулю на V. Два таких многочлена задают разложение на непроводимый компонент. Это объединение нашего V в виде двух замкнутых нужд. Всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!